Привет! С вами Зажигалочка. В Аризоне мы посетили единственный в своем роде музей ракета Титан, чтобы увидеть последнюю из 54 ракетных площадок Титан-2, которые находились в состоянии боевой готовности в Соединенных Штатах с 1963 по 1987 год. Музей ракеты Титан – единственный оставшийся открытый для публики объект, позволяющий заново пережить время, когда угроза ядерной войны между Соединенными Штатами и бывшим Советским Союзом была реальностью. Титан-2 был способен запускаться из своей подземной шахты за 58 секунд и мог доставить термоядерную боеголовку мощностью 9 мегатонн к цели на расстоянии 10 тысяч километров менее чем за 30 минут. Во время экскурсии мы посетили Центр управления запуском и испытали имитацию запуска ракеты. Я нечаянно села в кресло командира. Оказалось, что именно севшему в это кресло гид поручает запустить ракету, повернуть на 45 градусов ключ и нажать кнопку запуска. В момент имитации запуска ракеты мой муж Мик кричал «Только не пускай на Ригу!». В самом деле командиры команды управления ракетой не знали, куда запускается ракета. Это делалось с целью сохранения психологического здоровья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гид вручила мне удостоверение. О том, что я повернула ключ и запустила ракету. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тур позволил нам испытать паранойю времен Холодной войны, прогуливаясь по стопам храбрых мужчин и женщин, которые управляли крупнейшей из когда-либо развернутых в Америке ракет наземного базирования. На протяжении более двух десятилетий 54 ракетных комплекса «Титан-2» по всей территории Соединенных Штатах находились в боевой готовности 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это усиливало угрозу ядерной войны или предотвращало Армагеддон, в зависимости от того, как вы на это смотрите. Музей ракеты «Титан» демонстрирует драматические пережитки Холодной войны между Соединенными Штатами и бывшим Советским Союзом и дает наглядное представление об истории ядерного конфликта, истории поддержания мира. Если вам понравилось это видео, кликните на мою фотографию и подпишитесь на мой канал. Смотрите, узнавайте новое, набирайтесь оптимизма и заряжайте свои батарейки. Ваша зажигалочка. Продолжение следует...